доброго времени суток дорогие друзья зрители и слушатели канала youtube автополстар и также участники зума проекта браво который работает 24 часа на 7 сегодня у нас снова в гостях наша постоянная светлана лаврова я уже думаю вы ее все хорошо знаете и любите также как и мы у нее есть свой канал по психологии школа автономии она проводит разные ретриты марафоны есть все ее контакты под видео так что если вас заинтересовало вы еще не знаете светлана приходите смотрите и и сегодня тема вставлять палки колесо сансары так что будем открывать эту интересную тему у нас светлана всегда такие темы злободневные выдает и прям их раскрывает по полной и вот в очередной раз костях светлана вам слово добрый вечер очень приятно вновь быть с вами да и эта тема наверно не просто так как она родилась у меня очень много информации очень много рассуждений идет о о карме каких-то родовых программах еще о чем-либо то есть о том что человек не может прощупать а может только поверить во что-либо и вот эта вот вера она наверно кто меня смотрит ребята знают что я к вере наверно отношусь как-то больше с юмором чем чем с каким-то таким воздыханием как некоторые ой поверь в себя там сделай вот вот это проверь себя посмотри на что способен ты но посмотри на что способен ты это конечно можно посмотреть на то что касаемо веры я наверно отношусь достаточно скептически к этому потому как вера это то чего нет то есть верить мы можем в то что не можем пощупать верить мы можем 100 что не можем увидеть это как раз то чего не существует в нашем мире потому как если что-то мы едем если что-то мы можем потрогать если что о чем то мы можем сказать что оно есть это действительно уже то что есть нашем мире это это есть наша правда правда нашего мировосприятия вот а как раз вера это как когда то чего нет это пытаемся во что-то поверить и когда ко мне приходят люди и начинают я вам зачитывала как-то каком-то эфире про сообщения которые мне присылают и у меня до сих пор есть такие сообщения про которые там пишет светлана там можно ли по фотографии меня вылечить можно ли по фотографии рассказать какая у меня энергетика можно ли чтобы вы там на консультации вот там у меня сколько-то лет не складывается например там с мужем можете ли вы на консультации на получи собой все расставить по полочкам и человек даже не понимает что перед тем как вот человек например в этом процессе несколько лет неважно сколько лет и вот этот процесс в несколько лет он хочет перекинуть на меня чтобы я его решила за полчаса но такого не бывает потому что то что я решу это я решу но вы из этого не выйдете и и как раз я ребятам своих эфирах своих марафонах на своих ретритах я им показываю и рассказываю что сложности в этом мире нет абсолютно никакой нет сложности в этом мире нет никаких заморочек нет ни чего того что вы не можете увидеть и когда вот эта простота когда вот эта легкость она открывается когда мы способны поверить в эту легкость то тогда нам не нужно не нужно исправлять какие-то родовые программы не нужно в детство чтобы посмотреть какие какие паттерны поведения на нас набросили с безусловной любовью конечно же наши родители наши близкие потому как того что было тогда уже не существует то что мы пережили в детстве в юношестве какое-то время назад абсолютно не важно этого всего уже не существует потому что каждый момент времени вы меняетесь каждый момент времени вы становитесь абсолютно другим и и когда мы начинаем разговаривать о том что ну вот у меня вот получается одно и то же вот я что-то делаю я что-то прорабатываю я какие-то ситуации уже вроде бы решил но все равно у меня что-либо не складывается и когда мы говорим о том что не складывается это всегда это всегда это всегда говорит о том что мы не можем вернуться здесь и сейчас и самое простое оно для нас оказывается самым сложным то есть самое простое это жить и наслаждаться тем моментом для нас это становится прям каким-то неприемлемым временем из которого нас постоянно выкидывает и мы начинаем придумывать себе миллион отмазок что я не привык что у меня есть обязательства что меня никто не научил что мне нужно какой-то какой-то другой климат какие-то какое-то другое окружение какое-то возможно нужно общество общество самих вообще никто не нужен и если мы находим в самих себя то у нас нет надобности повторять какие-то моменты которые мы уже прожили И как раз про это колесо сансара, про которое очень есть любители о нём поговорить, мы можем вообще откинуть эту теорию. И если мы говорим о моментах реинкарнации, о моментах перерождения, то этот момент мы тоже можем убрать из своего мировосприятия, почему убрать? Это не потому что лишить себя чего-то дальнейшего, а потому что мы, наверное, многие уже знают, но не каждый, кто-то не хочет это осознавать, кто-то не хочет это принять по каким-то своим убеждениям. А кому-то может быть страх. Вашу дверцу, в которой, как таково, её не существует. И абсолютно неважно, в этом теле вы будете продолжать себя, либо вы будете постоянно хвататься за какое-то физическое тело, возвращая себя обратно сюда, в эту плотность. И это уже только ваш выбор. Это не хорошо, не плохо. Это не говорит о том, что вы чего-то не достигли, вы не вышли на какой-то иной уровень, как вот кто-то там духовный или ещё что-то. Это просто ваш выбор. И когда мы говорим, что это неосознанный выбор, я бы, наверное, уже таких заключений не делала. Потому как сколько бы я людей не встретила, я понимаю, что каждый, абсолютно каждый, он абсолютно каждый в осознании себя. Но идти в какие-то определённые моменты своего жизненного пути не всегда он готов. И не всегда готов не потому, что он не дорос до чего-то, что он не такой осознанный, он не такой духовный, а потому что ему на этом пути достаточно удобно и комфортно, и человек просто не хочет туда идти. И это его выбор, это его принятие, это его путь, и это здорово, потому что эта плотность, она будет существовать ещё очень-очень долгое время. И в этой плотности тоже нужно быть кому-то. но когда мы понимаем суть свою, очень многие любят говорить, что «а какое моё предназначение? Скажите его, для чего я здесь?» И когда человек начинает говорить о каком-то своём предназначении, он пытается найти что-то хорошее в общепринятом понимании его социального круга. То есть кому-то он должен принести какое-то благо, кому-то он должен принести что-то, что в его понимании хорошо. И именно из-за этого человек чаще всего не удовлетворён собой, потому как ему всё время кажется, что «я недостаточно дал, я что-то недодал, я бы мог больше сделать, я бы ещё что-то». Всегда в прошлое опора на прошлое идёт. «Я бы мог дать больше, я бы мог вот это». Либо отталкивается от того, чего ещё не существует, а какое моё предназначение, а что я могу сделать. Так вот, ребят, когда вы выходите на видение другой плотности, вы понимаете, что каждый, абсолютно каждый человек, это уже есть само предназначение. вам не нужно ничего искать, вам не нужно ни за кем бежать, вам не нужно что-то, кому-то делать хорошо, потому что в вашем понимании это хорошо. И когда вы начинаете жить себя, себя так, как вы и есть предназначение, вы и есть истинный талант этого физического существования, то вам не захочется причинить боль кому-то другому, потому что любой другой – это всегда отражение. Когда вы кидаете камень в воду, и вот такие вот волны идут, вы всегда отражение любого другого. И вам хочется, чтобы вот это отражение, эта волна накрыла вас благостью. И тогда вы начинаете не тому человеку делать хорошо, а себя, себя, как фонтан, как вулкан, проявлять истинной любовью. И это и есть предназначение. А во что это выкладывается, во что это, в какие моменты это перерождается? Пошив обуви, обучение детишек, лечение животных, строительство домов. Это ведь всё вторично, это абсолютно неважно. Это всего лишь последствия того выбора, который вы сделали минуту назад, секунду назад, мгновение назад. Ведь выбора в нашей жизни никогда не существует. Если вы идёте в этой жизни, плывёте в своём физическом теле, то вам не нужно выбирать, потому что выбор — это всегда вчера, выбор — это всегда в прошлом. И когда мы говорим, что я неправильно сделал выбор, я неправильно… Если бы я сделал выбор по-другому, если бы я сказал что-то по-другому, если бы я сделал что-то ещё, если бы… И всё время, если бы, если бы уберите это из своей жизни, вы каждый момент своего времени, каждое мгновение своего существования, вы всегда делаете максимум. И когда вы поймёте, что вы всегда делаете максимум каждый момент вашего существования, то вы поймёте, насколько вы глобальны, насколько вы большой, насколько вы… насколько вы глубокий, и вам не нужно будет себя за что-то ругать. Вы захотите быть ещё глубже. И тогда вот это начнёт как снежный ком. Вы начнёте разрастаться вот этой благостью и любовью. Благость и любовь, почему я так говорю, потому что, наверное, это всем понятные слова, но потом вы поймёте меня немножечко в другом ракурсе. Это будет более глубже. И когда вы начинаете вот так себя воспринимать, когда вы не говорите себе, что я бы мог вот так, не мог, ребят, вы всегда делаете ровно столько, насколько вы готовы в этот момент. И если вы начнёте себя принимать таким, какой вы есть, что вы всегда делаете максимум, тогда в следующий раз, даже если вы понимаете, что вы сделали что-то нехорошее, в общепринятом понимании, это неважно, что это там. И если вы в этом нехорошем не начнёте себя журить, говорить, что «Ой, я вот это вот сделал нехорошо, я вот это вот сделал плохо», а скажете «Да, я сделал максимум на этот момент, когда вот эта ситуация произошла». И если даже вас где-то вот съёжит от этой ситуации, от этих слов, что как бы «Ну как я мог… Вот я причинил боль кому-то, я причинил горе кому-то, там ещё что-то». И когда вы сами себе говорите, что вы сделали максимум, поверьте, ребят, когда вы научитесь так говорить, в следующий раз вам не захочется это делать. В следующий раз вы будете понимать, что если я иду на максимум, если я иду на максималках, то я тогда и… я просто понимаю, насколько я большой и сколько я могу дать. И тогда у вас будет абсолютно другой результат в вашей жизни, тогда у вас будет абсолютно другой уровень в вашей жизни. И когда вы это понимаете, когда вы это осознаёте, когда вы это принимаете, проживаете своим телом, то уже нет вот этого вот понимания карма, нет этого понимания колесо сансары, нет этого понимания родовые программы. Тогда вы понимаете, какая родовая программа. Вы главный своего рода. Вы сейчас главнокомандующий своего рода. Как вы повернёте, так оно и будет. Ведь посмотрите на какое-то, ну, я не знаю, как войско, да, и там есть главнокомандующий. И вот этот главнокомандующий, он всегда берёт ответственность за всё своё войско, на себя. Как он скажет, так и будут делать. А представляете, если бы этот главнокомандующий сказал, ой, там вот из того отряда, там, я не знаю, там кто-то там какого-нибудь более низшего ранга, вот он мне сказал, и именно поэтому мы проиграли бой. Такого же не бывает. Или там кто-то там в 28-м ряду, там в какой-то там роте подвернул ногу, и поэтому мы не дошли вот туда, куда я планировал. Этого же нет. Потому что вся ответственность лежит на вас. И если вы будете опираться на какие-то родовые программы, если вы будете опираться на какие-то паттерны поведения, вам их нужно только осознать. Вам не нужно туда идти и там что-то переделывать. Вам всегда нужно просто понять это и сказать, а нужно ли мне это сейчас? Это касаемо болезней, это касаемо уровня жизни, это касаемо абсолютно всего, что связано с вашим жизненным процессом, который сейчас у вас есть. Если вы это осознаёте, вы просто принимаете это и говорите самому себе, мне так хочется жить или я хочу это изменить? Но только по-честному, потому что очень многие говорят, я хочу это изменить, а по факту ничего не делают. Но ничего не делают ещё не потому, что не хотят, наверное, потому что очень много программ. И вот у меня очень много на марафонах и на ретритах ребят, которые круче меня, которые больше меня, которые глобальнее меня, у которых за плечами такой опыт, у которого у меня даже близко не было. Но они вот вроде бы всё знают, да? Но не всегда можешь почесать спину там, где тебе захочется. И тебе очень удобно, когда есть кто-то рядом с тобой. И когда вот этот кто-то может своим видением посмотреть с другого ракурса, с которого ты не видишь, и тебя просто вот так вот начинают вскрывать. И это же клёво. Не потому что я такая офигенская, потому что я смотрю с другого ракурса, с того, с которого не может посмотреть другой человек. И когда... Это же не просто так приехать, да, когда ты понимаешь, что ты много чего знаешь. У меня чаще... Ну, у меня в большем своём каком-то процентном соотношении люди старше, чем я, с большим опытом, как я уже сказала, да? И это же не просто приехать там какой-то там, как некоторые говорят, приехать какой-то сикелястый, послушать там, что она там говорит. Это же тоже работа над собой. И когда люди приезжают, это не просто приехать куда-то. Это же ещё себе сказать, а почему бы и нет? А может быть, она что-то увидит, а может быть, она что-то даст, а может быть, я пойму, что мне это было совсем не нужно. И это тоже есть такое. Потому как многие... Мне очень часто, например, когда я начинаю первые какие-то моменты рассказывать, говорить, мне говорят, ой, я это всё прошёл, ой, я это всё знаю, ой, это уже со мной всё было. И вы перестаёте это говорить только на том этапе, когда вы понимаете, что каждый ваш этап осознания, когда вы всё глубже и глубже проваливаете себя, вы на каждом этапе умираете. И когда это идёт первичная смерть, вы понимаете, что, о, да, я вот умер. И потом вы можете сказать, я это всё прошёл, я умирал. А когда вы умираете в следующий раз и следующий, и следующий, то у вас... И вы понимаете, что каждый свой момент времени вы будете падать всё глубже и глубже в это состояние. И тогда вам не захочется кому-то говорить, я это всё прошёл, потому что вы будете понимать, что каждый момент своего времени, каждый момент своей глубины вы будете это всё глубже осознавать. И это будет постоянно. Это нескончаемый процесс. Ведь нет рождения, так же, как и нет смерти. Почему это должно закончиться? Почему вы можете сказать, что я это прошёл? Ведь наша жизнь — это путь, это не цель до куда-то дойти и потом просто, чтобы услышать, как гвоздики заколачиваются. Это же не про это. Это как раз про эту глубину, которую мы готовы или не готовы воспринимать. И когда вы понимаете, что «да, мне есть что познавать, мне есть что увидеть, мне есть к чему стремиться, мне есть что-то узнать о себе ещё». Когда вы это понимаете, вы идёте в глубину. А когда вы думаете, что «я уже всё это прошёл», вы остановились. Но остановки-то ведь не бывает. Это вы остановились, а всё остальное крутится. И оно будет крутиться дальше, говоря о том, что вы падаете вниз. И если вы понимаете, что кто-то, где-то ещё может какую-то грань вам приоткрыть, не потому что он очень умный, а потому что ему просто с этой стороны, с этой позиции виднее, то это клёво. Это клёво, чтобы идти туда. Это клёво, чтобы познать себя. Ведь кроме вас, вас никто не увидит. Вас никто не познает так, как вы есть. Вам могут только приоткрыть ту дверь, показать тот ключик, который есть у вас. А воспользуетесь вы этим или нет, это уже ваше. Насколько вы готовы к этому? Насколько вы готовы идти туда, где есть смерть? И страхи, которые существуют в нас, все страхи основаны на смерти. Мы тоже с вами уже об этом говорили. А почему они основаны? Вы сказали, что если кто-то там услышит, у меня пришло такое осознание, это настоящий инсайт. Сначала я хотела задать вопрос, будет следующее перевоплощение, смогу ли я быть немножко такой, как я сейчас. У меня прям не так хочется, вот я знаю свой характер, я уже себя узнала и думаю, вот чтобы осталось вот этот вот мой позитив, чтобы я вот другая не родилась. Думаю, задам такой вопрос. И потом я понимаю, что если мне комфортно в моём теле, какая бы я ни родилась, то есть не буду я там уже такая, у меня будет другой аватар совершенно. Это самое важное, чтобы вот именно себя комфортно чувствовать. И всё остальное, какой бы там ужасный аватар не был в любых и в каком бы проявлении я ни появилась, вот эта вот комфортность, это самое-самое главное. Вот мне прям так это так, вау. Это же интересно, да, вот когда вы говорите, что-то такое происходит, люди вас слушают, и действительно что-то, может быть, в себе открывают. Вот как я сейчас. Да, в себе открывают. И самое, что интересно, что вам не обязательно перерождаться здесь, в этой плотности. Вы же можете пойти в другую плотность, без этого физического тела, но самим собой, когда вы осознаёте, кто вы есть. Потому как эта плотность, она держит только состоянием смерти. Любой наш страх, его основа – это смерть. Любой страх, если его раскрутить, неважно, там, безденежье, болезни, потеря близких людей, он всегда основан на страхе смерти. И если мы начнём разбирать любую ситуацию, мы всё равно вернёмся к страху смерти. А почему всё основано на смерти? Потому что мы не живём. У кого вы идёте, у кого основано на страхе смерти, у кого есть страх, вы не живёте. Вы знаете только смерть. Вы не можете бояться жизни, потому что вы её не знаете. Знаете урывками, знаете какими-то метафорами, знаете, кто как сказал что-то такое. Смерть, которую очень хорошо знаете. И когда вы начинаете жить, когда вы приходите в состояние себя и чувствуете через ощущение состояния жизни, тогда смерти нет смысла бояться. И страхи проходят. И тогда вам без разницы, в какой плотности в теле либо без тела дальнейшее существование. То есть душа, она останется такая же, то есть она не поменяется, только аватар может меняться и какие-то другие переоплощения. То есть вот эта сама суть моё принятия себя, она уже никуда не уйдёт. Я правильно понимаю? У меня почему-то плохо. Да, что-то зависает со связью. Видимо, такие вибрации пошли сильно, что не выдерживает. Так, Светлана, вы с нами? Да, вроде снова с вами. Да, да. Вы услышали, да, у меня был такой вопрос. Душа, она такая останется. Вот как я себя очищаю, как я себя приняла, поняла, как мне настолько комфортно, то есть это уже никуда не уйдёт. Правильно? Когда у вас приходит осознание себя, то вы себя уже потерять не можете. То есть изначально у нас, знаете, такие стадии, ну, у меня, по крайней мере, я про себя буду говорить. Изначально у меня были стадии такие, что я не понимала, а почему мы рождаемся без памяти? Вот если бы память была, было бы намного проще. Зачем это всё? И я очень хотела, чтобы вернуть... ... понимать, что с нами было бы. Не слышно? Немножко перерывается. Да-да-да, говорите, продолжайте. Так много потеряли мы вас. И когда вы возвращаетесь к себе, когда находите себя, то больше нет вопросов, а что было до меня, потому что до тебя ты была. и любые твои, можно назвать там воплощения, можно назвать там их хоть как, то ты это всё знаешь. Любые знания, которые... Ты можешь их не читать, ты их можешь никогда не видеть. Но если ты понимаешь, что эти знания нужны обязательно вот тому-то, либо тому-то человеку для каких-то именно его нужд, действительно нужны, просто там кому-то что-то показать или рассказать, то эти знания у тебя моментально приходят. Потому что ты и есть эти знания. И я общаюсь с некоторыми, с немногими людьми, с профессорами, очень часто зарубежными профессорами, потому что у нас в России столько не дают свободы для каких-то определённых экспериментов, исследований, как там. И мы общаемся с несколькими профессорами, у них есть закрытые группы, очень закрытые, да. И мне так посчастливилось, что меня туда пригласили. И когда мы разговариваем о каких-то определённых вещах, которые кажутся здесь сказочными, заоблачными, и мы понимаем, что все ответы есть в нас. То есть они какие-то делали исследования, приводили какие-то, у них были там фокус-группы, на это уходило сколько-то лет, передавались знания там от одного до другого, там они как-то опровергались либо наоборот подтверждались. И многие вещи, которые, например, спрашивают, я могу это рассказать не потому, что я умная, а потому, что я есть знания. Ум — это всего лишь наш путеводитель, да. Но мы сейчас туда углубляться не будем, но вот это вот понимание, что есть в нас всё, это как примеры просто приводят. В нас есть все знания, которые нужны вам на данном этапе. Но вы не можете распаковать знания всей Вселенной единоразово, потому что это элементарно, он вас просто порвёт. Это же нужно куда-то выплеснуть. И когда мне говорят, а как вот ты получаешь новые знания, куда ты их деваешь? И я неоднократно уже говорила, что какие-то знания, которые я могу дать, я даю и в марафонах. Какие-то знания в марафонах я не все могу дать, потому что в записи, но у меня уже очень много, где, как страйки называются, когда они выпускают в эфиры, у меня как бы несколько аккаунтов мы их убрали по определённым причинам. На живых встречах я очень часто рассказываю. Кстати, вот будет живая встреча в Крыму. Если наберётся достаточное количество человек, то 15-16 числа в Крыму, в Феодосии будет открытая встреча, где можно мне позадавать, будут каверзные вопросы, на которые я не отвечаю в эфирах. В живых встречах я на очень многие вопросы отвечаю. И, конечно же, когда идут ретриты, на ретритах я передаю те знания, которые есть во мне. С огромным-огромным удовольствием я их передаю, потому что, когда я передаю новые знания, я как труба, как полость, я освобождаюсь, что пришли новые знания. И то, что сейчас происходит, это клёво, это здорово. Я вижу по ребятам, как они переходят в другое состояние себя. Когда они переходят в другое состояние себя, это неизбежно, что у них отваливается еда. Потому что эти процессы, этой плотности становятся неинтересны. после этого, который недавно закончился, несколько недель назад закончился ретрит, у ребят просто фантастические результаты. И сейчас они едут обратно, ну как, едут в следующий ретрит за новой распаковкой, потому что там просто такие бомбические результаты получаются. Не у меня, у них. Это другие сознания, это когда человек просто переходит не только на новое восприятие себя, но и на новое тело, когда тело максимально меняется. И это очень здорово, да, и это передаётся именно вот с огромным удовольствием, но чаще всего вживую. Да, по мере надобностей. Вот эти, у меня тоже такое пару раз было, я думаю, откуда я это всё, я вообще этого не знала. Вот человеку нужно, и я стала говорить то, что ему нужно, откуда это всё говорилось. Как будто вот что-то включилось во мне такое, да, вот я понимаю, про что вы говорите. Поэтому вам это вот важно, чтобы люди собирались, и будет им эта информация, которая им нужна. Вы даже сами не знаете, кому что нужно, оно просто вот потоком открывается, видимо. Да, удивительно. Да, если есть вопросы, то готова поотвечать. Да, ну как всегда у нас в Ютьюбе комментарии просто сотни уже. Вот люди как бы, да, обсуждают какие-то вопросы сейчас, если установка Светлана Жут. Как всегда, да. Так, про карму пишут, ты будешь всю жизнь её отрабатывать. Вот есть такие, да, бывает, люди поставят установку какую-то вот в гадании, да, например. Вот это тоже такая вещь, ненужная совершенно, да. Ну если им это удобно в этом жить, то почему бы и нет? Они же это делают для чего-то, чтобы не выходить на новый уровень, на новую неизвестность. Здесь всё понятно, здесь всё комфортно, удобно. И зачем оттуда выходить? У каждого свой опыт. Пока человек найдёт себя, видимо, ему нужно много, кто-то быстро это понимает, а кто-то ходит вот так вот по лабиринтам, да, по всем возможным. Гадалкам верит в карму, всё это исполняет, и потом в итоге всё равно приходит длинным путём, видимо, но приходит... Так. Квадрат Пифагора предлагают посмотреть. А вот про миссию ребёнка. Это не всегда выявляется родителями? Или многие родители ещё не понимают, что ребёнок учитель, а не наоборот? Это интересно. Но это, видимо, с осознанием приходит. Ну вот смотрите, ребят, тоже вот учитель, да, мы очень много любём говорить, что дети наши учителя, что там кто-то наши учителя, ещё что-то. Вы сам для себя учитель. И если вы начнёте, если вы увидите свою жизнь, увидите её, не просто через ум прогоните, это разные вещи, а увидите именно свою жизнь, свой поток, то вы поймёте, что нет никаких учителей в вашей жизни, кроме вас самих. Вы можете через кого-то понять какую-то информацию, но только лишь на том этапе, пока вы не готовы её понять через себя. И это может быть баннер какой-нибудь на остановке, это может быть ваш ребёнок, это может быть ваши близкие, абсолютно неважно. Я, по-моему, опять зависла. Нет, всё нормально, вас слышно отлично. А, да? Всё? Да, да, ничего не прерывалось. Поэтому, когда мы говорим, что ребёнок наш учитель, смотрите, кто такой учитель? Учитель – это тот, кого нужно слушать, это тот, на кого нужно смотреть, это тот, который что-то подскажет. И если вы заглянете чуть глубже, это перекладывание ответственности. И неважно, вы будете перекладывать ответственность на своего дитя либо на какого-то взрослого. А если вы переложите ответственность на себя, возьмёте ответственность за себя, на себя, то тогда вы поймёте, что всё, что происходит в вашем мире, это как раз только лишь для вас, чтобы вы, как учитель самого себя, считали ту информацию, которая может стать вашими знаниями. Так, у нас есть от Тагира рука. Дадим слово Тагира. Да, конечно. Тагир, мы вас слушаем. Тагир, вы с нами? У вас микрофон включён, но мы вас не слышим. Сейчас меня слышно? Сейчас меня слышно? Да, да, отлично слышно. Замечательно. Замечательно. Приветствую, Светлана. Хотел бы узнать, вот я занимаюсь в многих практиках и так далее, после них всегда какие-то знаки, то есть знаки через людей, через какие-то события, обстоятельства. И считав правильно эти знаки, эти знаки как бы пропадали с моего, скажем, как бы обзора и так далее. В итоге я начал просто понимать, что эти знаки, это наши зеркальные нейроны, создают вот это, как бы подсказки. И через эти подсказки мы должны работать с самим собой, то есть со своими состояниями. И я потом перестал их считывать, эти знаки, сигналы от Вселенной, от проявленного мира, а просто начинаю менять своё состояние. И через состояние все знаки как бы уплывают, уходят и так далее. Вот как вы с этой знаковой системой сейчас работаете, или она вообще для вас как бы не нужна? Вот такой вопрос. Спасибо огромное. Ну, это же вы дали такую классификацию, как знаки, да? А по факту это та же жизнь, которую вы можете наблюдать, можете ей жить, а можете в неё вообще не вкладываться, говоря, что это что-то там такое. И если вы начнёте жить самого себя, то у нас же не бывает, я уже говорила о том, что у нас какой-то знак, какой-то вопрос, он формируется только после ответа. То есть для вас, например, ну вот для вас есть уже телефон, таким вот образным языком, да? Для вас уже есть телефон, и только после этого вы захотели этот телефон. Понимаете как? Какой-то вопрос у вас появляется после того, как ваш мир сформировал вам вот это. Какой-то запрос у вас появляется после того, как ваш мир сформировал для вас вот это. И когда вы это осознаете, почему говорят, что в автономии все желания сбываются, когда вы не спите, желание сбывается. Если вы будете знать этот механизм, если вы будете знать этот процесс, то вы тогда и можете управлять. Тогда это не будет вот так, что там, ой, вот мне захотелось, и вот оно случилось. Но только какие-то маленькие желания, да? А не что-то глобальное. Потому как маленькие желания нам удобно желать. Мы не боимся их для себя желать. А большие желания какие-то глобальные нас всегда сковывают. Мы думаем, да как бы, ну, наверное, не получится. И если не получится этого, тогда нам лучше этого не желать. Но по факту, если вы понимаете, что у вас уже есть запрос на какое-то желание, если придёт осознание, что для вас это уже ваш мир подготовил, то вы будете понимать, как это взять. И тогда вот надобность в каких-то крючках, в каких-то подсказках, в чём-то ещё, она по большому счёту отпадёт, и вы будете просто чувствовать, если вы что-то увидели, вы будете всегда возвращаться в себя. Вы не будете делать акцент. То есть смотрите, например, вы проходите какой-то баннер, вам вы прочитали какой-то баннер, и вас триггерило на что-то. И вы пойдёте не в осознание этого баннера, а что он мне показал, а в чувствование себя. А почему я так прочувствовала? И когда вы пойдёте в чувствование себя, через ощущение вы поймаете, что для вас ваш мир вам сказал. И это уже немножечко не про знаки, а про себя. Не знаю, понятно объяснила? Понятно, понятно, конечно, замечательно. То есть через своё состояние, восприятие вот этого проявленного мира, мы изменяем как бы и проявленный мир. Я так понимаю. Да, верно. Да, у нас Тагир понятливый. Здорово, хороший вопрос. Вот ещё Александр на Ютьюбе пишет, можно в конце концов отмыть карму, чтобы уже уйти с законченными делами, иначе как она тебя перевоплотит, если незачем? А может быть мы отмываем карму, чтобы помочь роду, просто потому что можем? Ну, мне кажется, я про карму уже сказала. Если вы... Здесь же дело не в карме, а здесь же дело... У вас вообще вопрос по-хорошему, это ведь не про карму, ваш личный вопрос. А у вас есть ситуация, которую вы не можете решить. Вы ходите по кругу, и у вас она плюс-минус вас возвращает в одни и те же состояния, в одни и те же действия, в одни и те же ситуации. И вы не можете решить этот вопрос. И чтобы его хоть как-то обозначить, вы на него повесили клеймо, вот эта вот карма. А по факту вам нужно просто понять, что с вами происходит, для чего вам это. Можете даже найти, откуда это пришло, и для чего вам за это держаться, что для вас здесь есть удобного. И тогда вы можете это убрать. И у вас не будет кармы. Если хотите, можете её назвать почищенная карма. Но карма – это, как я уже сказала, немножечко не про то. Всё можно сделать так, как вы хотите. Но сделать так, как вы хотите, можно только после того, когда вы поймёте, а кто хочет, кому всё это нужно. То есть у нас очень часто люди не могут заработать деньги, да? Не могут пригласить в свою жизнь определённых людей, определённый круг людей, определённые… Не могут съездить там в определённые места, там ещё что-то. Не потому, что они не хотят туда съездить, а потому, что они не понимают, для кого это. Деньги, чтобы пришли, он уже может работать там на 24 работах. Но к нему денежные средства не придут. не потому, что он плохо работает, не потому, что он плохой сотрудник, не потому, что он как-то их не может заработать, а просто потому, что он не понимает, а деньги-то кому. Вы себя нашли, вы же идёте за деньгами, как за ценностью. Но ценность-то не деньги, ценность вы. И об этом мы на марафоне, на марафоне про финансы, мы об этом тоже будем разговаривать. Как понять, кто я, кому деньги-то давать, кому будет твой мир давать деньги. Есть ещё вопросы? Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Да, вопросов больше нет, я так понимаю, да? Ангелина, вы куда-то пропали? Да, у нас вопрос от Евгения Мазепкина. Сейчас мы ему включим камеру, микрофон. Так, кому микрофон включаем, Тагир? Мы включаем Евгению Мазепкину. Ангелина. Так, Евгений. Так, у нас Евгений есть, Родионов? Евгений, Родионов? Да, да, включайте микрофон. Евгений, вы с нами? Здравствуйте, меня слышно? Да, да, слышно. Да, вопрос чуть-чуть не по теме, по автономии. То есть, в процессе перехода ваших последователей хотелось бы все-таки как-то вот понять, как у них удается приблизиться к состоянию неединия, потому что у нас есть уже опыт, к примеру, не кушать там 30-40 дней. Но вот есть вот эти моменты там с худорбой и так далее. Самый такой вот закоренелый вопрос, как не худеть и оставаться на вот этом автономии. Но вот мы предполагаем, что это очищение от едоков в теле и наше духовное состояние. Может быть, что-то третье? Спасибо. Вы сейчас хотите выйти на уровень уровень, где отключается мозг, да? А этот процесс вы хотите пропустить через голову. Такого же не бывает. Вы хотите инструкцию. Инструкцию, чтобы у всех была одинаковая. А через ощущение, через чувствование. Можно, конечно, это выходить. У меня ребята знают, что это вес вообще не связан с едой. Вообще абсолютно неважно. Идите вы, не едите. Это же не про это. Это про осознание. Хотите узнать больше? Приезжайте на реприпты. Я же вам сейчас в двух минутах не расскажу то, что я проходила 10 лет. Да, понятно, спасибо. Но просто имеется в виду, что у вас уже собранный статистический опыт, что какое-то количество людей пытаются это же делать, и получается не у многих. Поэтому, видимо, уже есть понимание, некие тенденции, которые связаны с остановкой ума, с ощущениями, мира ощущений. Я понял, спасибо. Так, у кого есть вопросы? Так, получается, тут души пишут про разного уровня души, то есть каждый приходит со своим опытом, правильно? Это, ребят, каждый приходит за своим опытом. Есть такой этап осознания, но когда вы видите всё с другой позиции, то у вас не возникает вопроса, что каждый приходит за своим опытом. За каким опытом? Чтобы этот опыт куда отнести, кому передать? Опыт, чтобы что? Это немножечко не про это, это про глубже. Да, вот вопрос есть про встречу. А можно инвалидам участие в ретрите? Пожалуйста, какая разница, кто? Так, вот ещё вопрос от Валентины. Влияют ли блокировки в детстве и пренатальный период, допренатальный, влияет ли это на физический вес? Влияет, конечно, на физический вес. У меня даже где-то есть эфир как раз про РПП на канале, и я там рассказываю про то, как может влиять как раз во внутриутробном периоде. Это всё очень легко, ребят, вскрывается. Это очень легко всё прорабатывается. Неважно, сколько вам было тогда, там вы в животе у мамы были, либо вам было там три года, 33 года, абсолютно это неважно. Это всё очень быстро выявляется. И вы понимаете тогда, когда вы это всё выявляете, вы понимаете тогда, удобно вам с этим дальше жить, нужно вам это или нет. Да, благодарю, что мы не будем вас задерживать и какие-то уже вопросы совершенно, лишь бы вопросы задавать. Вот ваше время драгоценное. У меня такой прям инсайд осознания произошло. Я так благодарна от меня лично. Прям я хочу покайфовать быстрее, что я это всё поняла, что самое главное — это принятие, когда ты себя принимаешь, то в каком ты придёшь аватарии сюда, и вообще в каком... Уже всё остальное вообще ничего не важно. Вот настолько всё остальное упало. Вот это вот внутри кайф, что ты есть, и ты рад, что ты есть. И больше ничего не важно становится. Это прямо такое осознание. Не ожидала я так. Прям вспышка такая. Круто, круто вообще. Светлана у нас такая вот удивительная. Может такое случиться с каждым. Если её внимательно слушать, посмотреть на неё, то какое-то чудо обязательно произойдёт. Так что, ребята, если есть такая возможность, вот в Феодосии, да, в Крыму будет встреча. Вот если бы я могла так прилететь, вот рядышком где-то было бы с удовольствием, конечно. Но пока надо пожелать, видимо, всё Вселенная устроит. Если да, вот так вот было бы желание, как говорится. Так что, ребята, у кого есть возможность, не только желание. Так что присоединяйтесь и благодарю. Благодарю. Всех обняла. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok